приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня мы вместе с вами продолжаем готовится к новому году и готовим сладость которую разные народы дали разные названия я думаю более распространенного названия чуть хэлла мы армяне называем сладкий шароц и я буду готовить сегодня по армянскому методу и для этой сладости дорогие друзья нам понадобится орешки орешки можно взять любые на вкус но я предпочитаю готовить это с грецкими орешками и ими получается более вкуснее орешки дней 10 назад я предварительно уже нанизала ниточку потому что они у меня были совсем свежей и немного так скажем мокрые дабы ли они должны быть обязательно у нас высушены но не делайте это в духовке потому что так они поменяют свой вкус до натуральный вкус орешек нужен значит как я нанизала их на ниточку сейчас покажу более подробно здесь у меня значит висит энное количество орешков вот довольно таки много я их делаю потому что они очень вкусные и можно хранить в морозилке я храню других есть другие методы хранения но я предпочитаю в морозилке хранить вакуумной упаковке так значит что я делаю беру прочную нитку до прочную нитку и в два раза складываю конечно в дев в иголку так чтобы а первый орешек у нас не выпал делаем конце такую толстенькую до толстенький узелок и собираем свои орешки значит орешки я делю на 4 части если они у вас слишком маленькие то делите их на две части но они мне такие нормальные может сказать я их поделила на 4 части да вот так все понятно как нанизываем на ниточку сейчас показываю берем одну часть орешка и вот таким образом снизу на низом так чтобы вот это вот глубокая ямочка смотрела вверх так надо почему потому что потом когда будем готовить эту сладкую помадку для орешков они у нас смогли хорошенько зацепиться за орешки то есть вот так лунка это смотрит вверх я думаю здесь все понятно этот последний я оставила для показа сейчас соберу его все на ниточку и продолжим все дорогие друзья готов еще один у меня и я вот так вот срезаем нитку и делаю в конце узелок так чтобы здесь еще оставалось немножко место для подвеса так скажем потому что нам же нужно еще за что-то подвесить вот здесь значит что же был такой узел все значит я подвязаю есть такие я навешиваю на крючочки вот такие пилами специальные можно это сделать из гвоздей если не найдете в магазине что такое удобное да и отправляю корешком туда и сейчас делаем сладкую помадку она у нас называется армянских шапот я ее сейчас буду готовить и для этого делу мне понадобится значит вода мука здесь я взяла немного воды потому что в кастрюле у меня основная вода вода такая прохладная не обязательно чтобы она вас кипела и я сюда буду добавлять муку которую предварительно просеяла так буду добавлять муку и вот венчиком убираю комочки убираю комочки потом через сито я эту вот мучную скажем так воду воду с мукой буду добавлять к основной воде и так дорогие друзья как видно венчик очень даже хорошо справляется с комками если нет венчика можно взять ручной миксер так и а в другую посуду через сито еще раз для того чтобы убедиться насчет комков чтобы я была наш комков добавляю смесь все дорогие друзья в результате мы имеем без комков такой вот блинчатая так скажем тесто вот и мы сейчас вот это эту эту смесь добавляем в общую воду до вот так я добавляю в общую воду эту смесь для и теперь я буду варить на огне уже и теперь здесь на огне дорогие друзья мы эту жидкость будем уваривать очень долго да это еще и зависит от того сколько у вас литров на сколько литров вы приготовите вот будем сейчас варить пока не вскипятит и хочу сказать что обязательно непрерывно перемешивать будем венчиком либо значит деревянным деревянной ложкой потому что сами понимаете здесь мука и она у нас может скрутиться и будут такие шарики не надо что-то было чтобы очень все было гладко от этого зависит качество вашей сладости итак дорогие друзья это жизнь жидкость у меня начинает кипеть и я сюда по вкусу должна добавить сахарный песок точное количество ингредиентов потом я напишу в описании конечно сахар можете добавлять по вкусу так я добавляю сюда значит то количество сахара который мне нужно видите как я не принять непрерывно перемешиваю вот так венчиком потому что муки есть свойства свертываться и образовывать комки и так дорогие друзья да я добавила сюда нужное мне количество сахара и вот так я буду проваривать наверное где-то час будьте внимательны потому что здесь есть мука естественно все это дело у нас постепенно сгущается варим на умеренном огне залог так скажем качественной этой сладости является то что мы должны долго терпеливо варить все говорят а как это у меня потрескалась или говорят что у них нету блеска вот именно что в процессе того что мы долго долго муку с водой так скажем провариваем и у нас в результате получается блеск дорогие друзья продолжаем где-то приблизительно час я вот так вот увариваю все это дело да здесь у меня значит мука вода и сахарный песок и теперь пришло время сюда добавить до шап кстати посмотреть что это постепенно сгущается это делу меня надо быть осторожными это до шап я не знаю можете вы везде продается или нет но думаю что уже довольно таки доступно это дело до шап бывает и из дерева тутовникова срывают ягоды да и варит из него густой сироп процеживая конечно можно готовить это дело и из винограда черного до уваривая долго получается такой густой сироп применяется в разных моментах там если дети кашляют обязательно вот это дело помогает я сюда вот это добавляю с помощью сито правда делаю мало ли это и дает нам вот этот красивый цвет до который обычно покупая этот сладкий шароц мы видим на что коричневый такой цвет это благодаря до шабу армяне в основном варят из до шаба значит я добавляю столько чтобы мне понравился цвет конечно я еще долго буду варить и в процессе еще темнее будут звучатся краски поэтому место нужно оставлять до не хотим чтобы получился такой прям темный такой цвет черный хотим получить такой шоколадный приятный цвет и еще долго долго терпеливо я буду варить потому что я сказала что с помощью того что мы терпеливо вот стоим и мешаем и варим долго от этого у нас и появляется блеск и кстати вкус муки нас уже уходит если все это будет сделать на большом огне быстро быстро наспех у вас все получится очень невкусно внутри сыра без блеска в общем никак надо и покажу в процессе что у нас будет происходить так дорогие друзья продолжаем очень хочу сказать что это трудоемкая работа раз уж за не за это нужно до конца довести ее я у меня не поместилась в одной кастрюле все поэтому я разделила их два места так легче не мешать хотя мне оператор за кадром помогает справиться с этой работой и так я думаю быстрее подойдет и будет там нужная консистенция до которой нам нужно и до сих пор есть такая традиция в деревнях больших таких кастрюлях это дело так называемые шепот на армянском готовят до женщины и знакомые приносят свои орешки нанизанные уже заранее на ниточку и каждый уже окунает в ряд готовый шепот эта традиция сохранится сохранилась еще и на сегодняшнего дня так делают многие вот хочу показать что он такая у меня консистенция да вот такой вот шоколадный цвет красивый да я еще буду долго уваривать до тех пор пока у нас не получится нужная консистенция до наша помада как дорогие друзья продолжаем можно сказать приближаемся уже готовности да и я хочу сказать на этом этапе вот посмотрите массу не такая более такая тяжелая стала сгустилась и пузырьки булькает более интенсивно так попрыгивать попрыгивая да это значит что скоро скоро мы будем готовы но до этого нужно сделать еще одно дело кусочек марли да и да я отправляю так одну палочку тут еще такой маленький тоже добавлю корицы дальше добавляю сюда гвоздику это ключевая приправа если вы будете делать вот так как я делаю потому что есть еще другие методы там уже не используются такие приправы осталось положу все конечно можно положить эти же приправы в молотом виде до молотом как порошок посмотрите туда порошок образный корица там гвоздика и если хотите по желанию хил тоже кладут сюда если вам нравится но я сегодня не буду хил использовать по моему это кардамон и вот значит это все дело я завязываю возилок так чтобы он у меня сидел не вышло почему я не использую молотом виде потому что мне не нравится потом когда они сохнут на так скажем помадки которые мы приготовили до остаются такие точечки до вот этих приправ поэтому лучше вот так кидать и вкус даст и все и не надо больше вот так вот отправляясь сюда и вместе с этими приправами уже доварим до конца покажу как должно выглядеть в готовом состоянии как должна выглядеть эта масса встретимся чуть позже дорогие друзья продолжаем хочу показать что почти приближаемся к кондиционному моменту как узнать готова ли наша смесь или нет во первых уже где-то уже к концу варки я уже не мешаю так интенсивно как в начале потому что начали если не мешали банка у нас свертывалась куда тоже где-то уже ближе к концу можно оставлять и минуты через пять подходить перемешивать минуты через пять и и того чтобы узнать жидкость у нас готова или нет мы это у меня узелок тут болтается немножко этой смеси вот так вот на блюдечко наливаем и на стороне оставляем охлаждаться я покажу что происходит это охлаждается когда мы потом перевернем должно с обратной стороны тоже вот блестеть в общем покажу как это будет ли только после того как охладиться дорогие друзья масса здесь остыла я хочу перевернуть посмотреть как она выглядит с той стороны да тоже должно блестеть вот так выходить такая блестит и значит когда она немного остыла видно что такая желеобразная настала не течет не жидкая уже значит наверное еще полчаса провариться и все готово можно уже окунать свои орешки эту смесь дорогие друзья продолжаем пришло время наши орешки окунать во смесь который мы приготовили да хочу сказать еще один момент когда вы вешали свои орешки подсушиваться и уже пришло время их уже окунать смотрите они же подсушились у нас еще вы их слегка подсаживаете до чтобы вот здесь видно на покажу видите чтобы между орешками не было расстояние на вот так чтобы нитки не было видно вот так вниз спускаете чтобы все орешки друг на друга лежали друг на друга лежали потому что если так не будет то у вас будет такая некрасивая дырочка в общем и пошли значит сюда окунаем наши орешки вот так вот значит ниточку придерживая да не роняем смесь и вот так лопаточкой до конца 1 1 так делаем чтобы все было на смеси так вынимаем точку и уже даем здесь стекать подвешиваем уже на заранее подготовленное местечко да все должно быть уже заранее заведомо подготовленным и вот каждый раз мы будем на счета вот так у нас будет стекать потом мы вот то что вот стекло если нам не хватит для дальнейшего использования отсюда берем и кладем обратно в кастрюлю красота и вот так дорогие друзья окунаем грецкие орешки так придерживая за эту ниточку за которую будем подвешивать до вот вводим за ручку даем чуть-чуть стечь видно даст мне пока 1 1 и перестает стекать красота и идем подвешивать уже на заведомо подготовленное местечко подсушиваться и каждый раз после каждого раза еще так вот лопаточкой в кастрюле помешаем передвигаем чуть-чуть туда потому что уже берем следующий и все точно так же смотрим чтобы попутались у меня здесь берем следующий и опять смотрим до чтобы вот орешек в орешек и сюда конечно работа это очень трудоемкая особенно когда готовите в немаленьких количества да но это дело стоит того стоит того это очень вкусно особенно когда все сделано по домашнему все чисто вы знаете что вы делали какими ингредиентами работали и так далее дорогие друзья так все у меня выглядит до хорошенько вот так вот лопаточкой все все орешечки окунаем осторожно чтобы не обжечься и что я хочу сказать еще один нюансик посмотрите если вы хотите чтобы у вас такие толстенькие были да вот это вот покрытие было толстеньким то окунайте два раза если не любите чтоб так было значит окунать и один раз будет достаточно но имейте ввиду что если когда они засыхают да уже там на второй третий день уже будет видно они немного худеют так скажем по мере засыхания вот это вот смесь худеет это имейте ввиду поэтому если хотите чтобы было потолще проходите с еще по второму кругу или если хотите чтобы один раз окунали они вас были такие толстенькие то вам нужно что нужно сварить эту жидкость еще больше чтобы такая еще более плотнее было до консистенция но я считаю что вот так уже нормально я наверное посмотрю если мне хватит жидкости я может половину еще по второму кругу пройду если там хватит на все тогда на все посмотрим будет видно что мы будем делать а насчет того что там останется эта смесь что с ней делать знаете вообще смотря сколько осталось вообще раньше раздавали соседям сверху еще дробленными орешками посыпали и вообще это считается отдельным смысла отдельная самостоятельная сладость так скажем шепот и да так готовили нужен маленьких количествах да и угощали как отдельную сладость то есть не беспокойтесь это очень вкусно есть просто так орешки так на них посыпать и очень вкусно засыхают они где-то дней 10 или неделю смотря у кого какая влажность в доме да скажем так то есть высыхать они должны не не там где сыра там где то и дело влажно до засыхают ну вот можно на кухне смело оставить и они у вас засохнут если конечно одни это влаги либо там холодное помещение отправлять но если будет сыра имейте ввиду что они у вас могут образоваться ну гной на гной на покрыться как бы внутри и да еще момент а почему мы заранее сушили орешки вот хочу за момент заметить потому что внутри если орешки будут сырыми то они у вас будут гнить не хотим чтобы гнили не хотим портить продукты поэтому обязательно сушите свои орешки и потом берите в использовании много я сегодня что-то болтаю может нескладно сегодня разговариваю но я пытаюсь по мере возможности вспомнить и сказать все нюансики потому что дело не простое не хочу чтобы вы готовили мучились а потом что-то у вас не получилось поэтому вот так дорогие мои я продолжу свое дело и потом встретимся уже в конце посмотрите о чем я хотела сказать когда говорила как узнать готовое ваше это тесто или нет да смотрите вот тут стекло тут более ясно видно вот когда поворачиваем на следующую другую сторону то я просто хочу переложить просто в кастрюлю потому что я буду греть все еще раз окунать посмотрите с той с другой стороны и вот так падает и блестит вот это говорит о том что мы сварили достаточно правильно видно да и вот только вот такое вот тесто можно использовать и и сейчас я буду греть после того как посмотрите пройдет допустим но когда вешали уже наверное по кругу пройдет полчаса и можно второй раз окунать сейчас я буду греть эту жидкость чтобы немного жиже стало и чтобы могла окунать опять ну вот и все дорогие друзья я закончила приготовить приготовление моего сладкого шароца и обязательно рекомендую вам потрудиться и приготовить настаиваю на этом потому что это очень вкусно это очень ароматная не знаю как описать я думаю что все ели все знают его настоящий вкус и ничего вас на это уговаривать надежда вас разбудила желание приготовить и то что я сейчас приготовила из остатков значит этой сладкой пасты это и называется шепот который является самостоятельным лакомством на него отдельно нужно грецкие орешки или другие орешки какие хотите и есть это очень вкусно это очень питательно действительно рекомендую если не готовить это можно приготовить это в маленьких пор порциях да и значит хочу показать еще вот сзади у меня висят те которые я два раза окунала до смесь а тут у меня висят те которые я по одному раза вы можете сами посмотреть какие вам больше нравится вон там я еще раз говорю что когда они будут сохнуть они в размере будут уменьшаться цвет должен быть настоящий такой видны до шоколадный такой молочный шоколад очень красиво посмотрите как все блестит бреск останется конечно же до конца и я их храню в морозильной камере когда они очень хорошенько уже когда они прилипают друг другу до соприкасаясь хорошенько значит засохнут я их вакуумную такую упаковку заворачиваю чтобы нигде воздух не гулял по одной штучке и кладу в морозильную камеру и достаю когда уже мне надо непосредственно и все на этом я с вами прощаюсь дорогие друзья надеюсь что мне удалось как можно подробнее рассказать об этом сложном и в то же время не сложном десерте и если понравилось это видео подписывайтесь на мой канал делитесь ими друзьями ставьте лайки и до следующих новогодних встреч